Спорт является неотъемлемой частью здорового образа жизни. С каждым годом все больше людей открывают для себя богатый мир спорта. Многие из них посвящают ему всю свою жизнь, становясь профессиональными спортсменами. Но в профессиональном спорте существует масса проблем, одной из которых является проблема допинга. На сегодняшний день эта тема является самой обсуждаемой. Для борьбы с допингом Департамент физической культуры и спорта города Москвы при поддержке правительства Москвы разработал и запустил антидопинговую программу «Честный спорт». Программа была разработана в прошлом году, в конце прошлого года. Она охватывает основные направления антидопинговой политики. Это деятельность Московской лаборатории по обнаружению запрещенных в спорте веществ, затем образовательные проекты и третье направление – это обеспечение московских спортсменов спортивным питанием и биологически активными добавками. Сегодня допинг проникает и в детский спорт. Поэтому программа «Честный спорт» также будет проводить активную работу с молодыми спортсменами. Во всем мире сейчас самая большая проблема – это проблема допинга в детском спорте. К сожалению, допинг уже проник в детский спорт. И, как было сказано на презентации, это на самом деле становится вопросом национальной безопасности. Поэтому в первую очередь наша программа направлена на тот круг лиц, которые не охвачены деятельностью Росспорта. В первую очередь, конечно, молодежь. Поэтому, чтобы не говорили о допинге в детском спорте, очень громко и очень много, была разработана эта программа для того, чтобы бороться с допингом уже в детском спорте. Несмотря на то, что антидопинговая программа только начала свою работу, результаты не заставят себя долго ждать, утверждают специалисты. Первый результат, я думаю, мы увидим в 2010 году на первых юношеских олимпийских играх. Все-таки нужно в первую очередь думать о здоровье детей. То есть, если будет у нас здоровое поколение, то будем считать, что хотя бы часть нашей программы удалась. Что ж, надеемся, честный спорт найдет своих единомышленников, и в скором будущем в спорте уже не будет такого понятия, как допинг.